МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте. В начале коротко главным. Огненное утро. Женщина и ее 15-летняя дочь погибли во время пожара в Сундинском районе. Медики-доноры. Сотрудники Каспийской городской больницы сдали кровь для нужд стационаров Махачкалы. Самое главное в борьбе за чистоту – не мусорить самому. Малыши из детского сада «Солнышко» в поселке Шемелькала хорошо запомнили этот урок. Проезд маршрутного такси в Махачкале будет стоить 23 рубля до принятия решения арбитражного суда Дагестана. Напомним, 25 июня этого года антимонопольной службой Дагестана было выдано предписание о снижении стоимости проезда до привычных 17 рублей. Но оно было приостановлено заявлениями самих водителей в арбитражное суда о признании незаконным решением УФАС. Заседание назначено на 26 сентября. 26-летний житель Махачкалы совершил наезд на трех пешеходов. Женщина 46 лет и двое ее детей переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП с различными травмами они были доставлены в больницу. Не заметил. В джума мечети людей не заметил. Сбил. Почему вы их не заметили? Вы как-то отвлекались? Что произошло? Брат опросил позвонить, получается, другому брату, чтобы узнать, где он. И вот этот момент безеркало построил, чтобы перестроиться. А брат мне вот это назвал, стой, люди. И я единственное, что успел, чуть-чуть вывернул. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тем временем ГИБДД просит пешеходов переходить дорогу исключительно в установленных для этого местах. А водителей быть внимательными и бдительными. Мать и ее, 15-летняя дочь, погибли при пожаре в Сунтинском районе. Как сообщает МЧС, информация о возгорании в селении Хупри поступила в дежурную смену около 11 утра. Огнем было охвачено два дома. Через час пожар был ликвидирован, но спасти жильцов так и не удалось. Причина возгорания пока не установлена. К месту пожара немедленно было отправлено отделение пожарно-спасательной части селения Кидирова. До их прибытия тушение пожара осуществлялось местными жителями. К сожалению, на пожаре погибли два человека. В результате пожара сгорели два домовладения, в которых проживали четыре семьи. В настоящее время причина пожара устанавливается. На месте от МЧС работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания главного управления. Простуда или грипп – повод обратиться в поликлинику, а не лечиться самому. Несмотря на жаркий сезон, в Дагестане регистрируются случаи острых респираторных заболеваний. Инфекционисты предупреждают, при первых признаках простуды необходимо обратиться в поликлинику. Так будет обеспечен правильный диагноз и эффективное лечение. В нашу больницу инфекционную поступают больные в это отделение с острыми респираторными вирусными заболеваниями, с ангинами. Зачастую бывают такие случаи, когда привозят их ночные часы на скорой помощи, самотеком. Уже после того, как несколько дней они получили какое-то лечение, самолечение, сами, которые себе назначают антибиотики. Но баловаться антибиотиками нельзя, поскольку они подавляют нам ворот иммунитет. Поэтому мы всегда и с больными проводим такую беседу и хотим обратиться к населению с таким призывом, что самолечением не нужно заниматься. Нужно сразу вызывать на себя участкового врача. К другим темам. Вопрос о незаконном строительстве по сей день является одним из спорных в республике. Такие строения создают немало проблем с отсутствующим домам и предприятиям. Вопреки запретам и в погоне за рублем застройщики строят порой где придется. Одно из коммерческих предприятий Махачкалы на себе испытало, каково это быть соседом незаконной многоэтажки. Луиза Раджабова об этом более подробно. Вижу свободный участок, хочу построить десятиэтажку. Видимо, так мыслит застройщик очередного незаконного строения. Не разглядев всего в трех метрах здания рыбоперерабатывающего завода Дагфиш, застройщик нарушил санитарно-защитную норму предприятия аж в 50 метров и начал рыть котлован. Тогда директор Казим Асадулаев решил действовать по закону и обратился в прокуратуру. Однако с 2017 года, пока шли проверки, выросло пять этажей. В этом году Верховный суд, наконец, вынес решение о сносе дома в пользу завода, но привести его в исполнение пока никто не спешит. Мы отправили официальный запрос в службу судебных приставов и получили ответ, из которого следует сносить. Будем? Ну вот когда? Это еще вопрос. В рамках исполнительного производства ввиду неявки должника к судебному приставу исполнителю совершены предусмотренные законодательством мероприятия, направленные на его розыск. Назначены исполнительные действия по принудительному исполнению решения суда с использованием привлеченной взыскателем спецтехники. Однако ввиду непредставления взыскателем соответствующей техники в установленное время исполнительные действия не совершались. В настоящее время планируются повторные исполнительные действия. Точное время и дата будут определены позднее. Обычная процессуальная рутина и пока она идет, руководству предприятия остается только ждать. По странному совпадению, после обращения в суд на предприятие с внеплановыми проверками зачастили контролирующие органы. Никаких нарушений они не обнаружили. Тогда, видимо, исчерпав возможности навредить, застройщики дома со стороны объекта залили бетоном канализационный трубопровод. Из-за чего на территории образовался выброс сточных вод. Заводу пришлось прокладывать новую канализацию за свой счет. Не уходит вода еще? Полностью труба забита. Отсюда туда они затолкали полностью. К тому же столь близкое соседство специфического производства, занимающегося засолкой, копчением рыбопродукции, неизбежно приведет к жалобам. На предприятии работают мощные холодильники, шум от которых будет доноситься до жильцов. Но застройщика, видимо, это мало волнует. Однако, если дом будет достроен, жалобы людей поставят под угрозу существование предприятия. Три суда вынесли решение о сносе, то есть районные, верховные, еще апелляционные верховные. Это все решения судов нет, есть. Но мы до сих пор его никак не можем. С прошлого года решения находятся разные причины или повод там, ну, откладывается без конца. Чем закончится противостояние застройщика и предприятия покажет время. Одно ясно точно. Есть решение суда, которое рано или поздно должно быть исполнено. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Далее прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Не переключайтесь. В Дагестане 30-летний чиновник состарился ради получения пенсии. Незаконную процедуру с возрастом осуществил заместитель главы села Кулицмали Вашинского района 1989 года рождения. Данный факт был установлен сотрудниками районной прокуратуры во время проверки исполнения пенсионного законодательства. В отношении него и должностных лиц возбуждены уголовные дела. В Дагестане железнодорожный грузовой состав сбил мужчину 1946 года рождения, сообщает при службе главного управления МЧС по республике. Несчастный случай произошел на станции Куруш возле населенного пункта Садовая Хасавертовского района республики. Сейчас пострадавший находится в Центральной республиканской больнице Хасавертовского района. Детали произошедшего уточняются. Полтора миллиарда рублей на обустройство сел выделят власти Дагестана в следующем году. Об этом заместитель председателя правительства Дагестана Аду Мусим Аду Мусимов заявил на совещании с главами муниципалитетов республики. Мероприятия пройдут в четырех районах в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она предполагает строительство социальных и спортивных объектов, сооружений, сферы здравоохранения. На эти средства можно будет также приобрести школьные автобусы и необходимые принадлежности. Дамбу на черкейской ГЭС сдадут в эксплуатацию. В правительстве Дагестана сообщают, что это необходимо для дальнейшего орошения близ прилегающих земель. В ближайшее время будет исследоваться эффективность тишеклинской дамбы для миллиардных целей. В течение двух недель специалисты подготовят к эксплуатации водохранилища, а до конца октября и сам проект. Напомним, что в черкейской ГЭС в ближайшие годы будет проводиться модернизация. В частности, заменят гидротурбины и гидрогенераторы. При этом на работу станции это не повлияет. Сдать кровь добровольно и безвозмездно решили на этот раз сотрудники Каспийской городской больницы. Инициативу поддержали в республиканской станции переливания крови. Всего за время донорской акции в ней приняли участие 36 человек. Кровь пройдет необходимую обработку и из нее будут изготовлены плазма и эритроцитарная масса для нужд стационаров Махачкалы и Каспийска. У нас в больнице часто бывают авариями, травмами, кровотечениями больные поступают. И очень часто у нас бывает недостатка, ну, нехватка травы, плазмы. Поэтому мы хотим постоянно каждый три месяца провести донорские акции, чтобы у нас всегда было достаточное количество крови и компонентов. Самое главное в борьбе за чистоту – это не мусорить самому. Малыши из детского сада «Солнышко» в поселке Шамилькала хорошо запомнили этот урок. Все благодаря антимусорному фестивалю, прошедшему накануне в стенах образовательного учреждения. Детям рассказали о бережном отношении к природе и показали инсценировку с участием воспитателей на эту тему. Гвоздем программы стало дефиле, в ходе которого ребята продемонстрировали костюмы, шиты из пакетов, использованных упаковок, от чипсов и даже обычной бумаги. И о спорте. Боксер Магомед Мурат Арсланбеков оспорит золотую медаль международного турнира «Грозном». 11-е – ежегодные соревнования посвящены памяти первого президента Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадырова. Воспитанник Каспийской школы бокса выступает в весовой категории до 91 килограмма. Накануне в полуфинале он раздельным решением судьи взял верх над спортсменом из Казахстана. А в весе до 52 килограмм в шаге от финала остановился другой наш боксер Хасбулат Амаров. Он уступил хозяину ринга и стал бронзовым призером соревнований. Всего же старт в этом турнире взяли около 150 спортсменов из 15 стран мира. Победители определятся сегодня вечером. Помимо кубков и других наград они получат звание мастеров спорта международного класса. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.